За столом в студии канала ЗАПТВ «Трое экспертов» остальные именные таблички так и остались стоять нетронутыми, не пригодились. Приглашение проигнорировал и главный виновник торжества ТГК-14. Первым свое мнение на тему альтернативной котельной высказывает экономист Евгений Касьянов. Обращает внимание на опыт других городов, тех же Ульяновской и Хакасии, где уже внедрено подобное новшество. Везде приводят к одному и тому же, к резкому, примерно на 20% повышению тарифа, к резкому повышению тарифа. И последствия тем, что там начинаются социальные протесты, социальные недовольства в той или иной форме. То есть, простите вас, перебью, то есть рост тарифов, он неизбежен? Неизбежен. В данной ситуации. Он неизбежен. Собственно, а если нет роста тарифов, а для чего тогда это все затевать? В чем надо понимать одну еще вещь? Что вот эти тарифы, они устанавливаются вот этой единой теплооснабжающей организацией. То есть, здесь никакого РСТ уже нету, ничего нету. Вот как они установили, то есть, они некие расчеты произвели, установили, подписали соответствующий договор с муниципальным образованием, и все. Дальше ни муниципальное образование, ни РСТ, в остальных там разборка, как бы говоря, по тарифам не участвует. Я считаю, что это очень удобно для наших краевых властей, которые, а вот мы туда все это отдадим, и дальше касаться ничего не будет. Получается, командовать парадом будет только единая теплооснабжающая организация, сокращенная ЕТА. В Чите это ТГК-14, ее руководство постоянно жалуется на то, что предел тепловых мощностей достиг своего максимума. В модернизацию сетей компания вложит 15 миллиардов рублей, о чем сообщил председатель Совета директоров ТГК-14 Константин Люльчев, аппетит у которого разыгрался не на шутку. Вопрос, а почему не 14, не не 16, а 15? Ну, не 17, не 13. Откуда взялась эта цифра? Дело в том, что, к сожалению, у нас в крае стала совершенно порочной практикой сначала делать заявление, получать под эти заявления деньги, а потом говорит, а вот мы проект делаем. Вот это по газификации, по школам этого будущего и так далее, это сплошь и рядом происходит. Я полагал бы, что ТГК для того, чтобы вести более предметный разговор, нужно сначала представить проект модернизации. Вот когда есть проект модернизации, когда этот проект обсужден с общественностью, обсужден с соответствующим экспертным сообществом, вот тогда можно будет и говорить, что да, вот это, вот это, вот это. Потому что нам же не просто важен рост тарифов, нам важно получить устойчивое, надежное теплоснабжение города Читы. Проблемы сетей, как продолжают эксперты, не в генерирующих мощностях, а в самих сетях. В конце 90-х, во время точечной застройки жилыми домами, были допущены градостроительные ошибки. Коммуникации растягивались. Варианты модернизировать сети есть. Один из них, как предлагает тот же Касьянов, создать мини-ТЭЦ с локальными сетями. Плюс ко всему, сегодня недостаток финансирования отмечается именно на сетях в районах края. Как предлагают приглашенные эксперты, необходимо возродить на краевом уровне единую программу реконструкции всего теплового хозяйства региона. Подобная попытка однажды была, и ТГК-14 уже тогда ощутили неприятное давление сдерживающих их рамок. Сегодня компания хорошо зарабатывает на своих потребителях. В 2023 году компания увеличила выручку на 18% по сравнению с прошлым. Чистая прибыль увеличилась в 671 миллиона рублей до полутора миллиардов. Очень неплохо, даже впечатляет. Урожайным был и 2022 год. Рост выручки и чистой прибыли тогда составил свыше 610 миллионов рублей. Вот только желание вложить эти деньги в ремонт изношенной инфраструктуры у компаний тогда не возникло. Зато все деньги в виде дивидендов получили топ-менеджмент и акционеры. Львиная доля доходов тогда ушла двум основным акционерам. К слову, в прошлом году они также получили дивиденды. И даже решение суда о необоснованных тарифах, которые на тот момент уже было у них на руках, не сыграло абсолютно никакой роли. Личный доход – это святое. Получается, деньги-то есть? Есть, есть. Деньги есть. Но не для всех. Здесь ситуация какая была, они в начале года планировали себе закупить какое-то сфер дорогое оборудование и не закупались. Но в тарифы это закладывалось, и ежегодно это продолжалось 3-4-5 лет. Но при этом оборудование не закупалось. Не закупалось, но денежки взыскивались с тех лиц, которые являлись потребителем. И вот эти моменты у нас имеют место быть. Не могут они получать сверхприбыли, при том, что у нас на сегодняшний день, мы понимаем, какая была инфляция в прошлом году, в 23-м году, и они получают прибыль непредусмотренная. Либо непредусмотренная, либо сверх, которые заложены были в тарифах. Если непредусмотренная, значит, где-то сэкономили, где-то не доделали, где-то не сделали. А это мы сегодня, может, и не услышали последствия вот этого, но завтра обязательно услышим, потому что те же самые 30%, то, что вы говорите, сетей, изношенной сетей, это почему? Они сегодня 30%, завтра они 40%. И так мы придем к тому, что фактически, к чему пришел заптекст в районах, где действительно все это настолько запущено. И у нас и по Борзе, какие, сколько аварий, все эти проблемы были, проблемы. И вы знаете, все-таки именно в нашем понимании, в моем понимании, если даже субъективно брать, вопросы не в повышении тарифа, а вопросы именно в реализации тех программ, которые заложены в тарифах. И в том, что никто в этом направлении как бы не работает. Да, работает, когда формируют тариф, да. РСТ смотрит, они проверяют, насколько прошлогодние инвестиционные программы были реализованы. Фактически на документах, только на документах. А реализованы были ли они, насколько... Реально. Реально. Вот в этой части, момент реализации, вот в этой части кто контролирует, сама регулируемая организация. И вот здесь надо, вот в этой части все-таки, мне кажется, усилить, контролить со стороны именно субъекта. Уже середина апреля месяца, и вы уже сегодня, или ваши специалисты должны сказать, сверхприбыль ТГК 14, полтора миллиарда получилась. Потому-то, потому-то, потому-то мы подали дело в прокуратуру. Вот это вот, да, это специалисты. А здесь что? Вот какие-то, ну, я понимаю, какие-то. А какие? Если мы сегодня будем, начнем контролировать, это с нашей стороны будет превышение полномочий, и наоборот, прокуратура к нам придет. Мы у нас нету права. Вы же говорите, у вас, извините, у вас же есть специалисты, которые могут проанализировать. Вы не контролируете, но вы проанализируете. Почему сверхприбыль-то получилась? Вот, в том-то и дело, когда контрольный орган анализирует, это контроль. Соответственно, любая, любая, любой анализ, проведенный с нашей стороны, это с нашей стороны превышение полномочий. Что делать в данной ситуации? В данной ситуации, именно усилить контрольный орган анализирует. Нет, почему? У нас помимо контроля... А, я бы груди, что об этом и говорит, есть право применить, но я про тариф. Юрий Гайдукс, присущий ему смелостью, озвучивает. В регионе абсолютно нет контроля над тарифами. Половина цифр, которые преподносят представители ТГК-14, закрыты. Откуда они берутся, непонятно никому. Как и то, почему расходы, которые абсолютно не связаны с теплоснабжением, закладываются в тариф. В итоге, хотелки и монополисты оплачивают все, кроме самого монополиста. Мы говорим, что получаются сумасшедшие прибыли. Но, извините, даже в советское время закладывался в тариф определенный процент прибыли, не более того. Допустим, должно быть у тебя 15% прибыли и не более того. В советское время закладывалась в эксплуатацию заработная плата и тоже определенный уровень. Из чего складывался этот тариф. Сегодня эти проценты неконтролируемы. И монополисты типа ТГК-14 чувствуют себя в этом отношении привольно. Потому что мы не знаем, не видим этих концов. И их, по крайней мере, и со стороны общественности не проконтролируешь. Потому что, повторяю, есть такая статья и есть такая позиция, как закрытые данные. Там какие-то, и мы уже не раз слышим, что они свои какие-то расходы, не связанные с теплоснабжением, закладывают в этот тариф. И, слава Богу, они это получают. А то, что они получили от государства и не, по крайней мере, и не ввели в действие, но это уже должна быть уголовная ответственность. Мы сейчас говорили как раз про контроль за деятельностью. Вот в Бурятии, например. В Бурятии жалуются на то, что происходит полное отсутствие контроля за деятельностью компании монополистов со стороны чиновников и общественности. То есть за все время работы ТГК там так и не оформила с властями никакой документ, который позволял бы контролировать их работу и привлечь к ответственности при несоблюдении условий. Вот как в нашем регионе будет, кто может контролировать ресурсника-монополиста? Контроль должна осуществлять та организация, которая заключает договор. Правильно? Муниципалитет. Правильно? Потому что они подписывают договор, соответствующий, значит, этому. Муниципалитет наш не в состоянии проконтролировать ремонт улицы Новобульварная, которая превратилась уже в Елисейские поля, и там два года или три года уже неизвестно. А как они будут контролировать ТГК-четельность? Ну это же, ну... Вообще можно ли торопиться с Альткотельной? Может, вот действительно стоит как-то подождать? Зачем вот так спешно все это делать, внедрять? Можно ли здесь на месте как-то организовать, чтобы вот еще раз как-то вот пересмотреть? Сейчас я бы все-таки подождал бы все-таки экспертного заключения именно тех специалистов, которые в этой сфере. Все-таки это предложение было вынесено именно на уровне специалистов, которые все-таки проанализировали данную ситуацию. И здесь же надо еще и отметить вопрос, что это на уровне правительства Российской Федерации. Здесь уже, конечно, можно было бы получить адекватный какой-то анализ от РСТ. Насколько, конечно, будет разница между теми, предполагаемыми на сегодняшний день тарифами, которые мы увидим в повышении, и с появлением вот этой новой системы, с переходом на Альткотельную. Если там, если будет, конечно, значительный рост, это уже надо, уже бить колокола. И эти колокола должны быть, и бить в первую очередь само РСТ. Потому что они заинтересованы, не за первую очередь заинтересованы по сдерживанию тарифов. И пока одни пытаются анализировать, представители ТГК-14 не дремлют. Спешно шлют предпринимателям письма счастья, уведомления о переводе на новые тарифы. Что необходимо в срок до 21 апреля предоставить в адрес ТГК-14 заявление на заключение договора о теплоснабжении. То есть это как можно понимать? Про эти уведомления мы тоже не слышали. Не было, по крайней мере, пока информации. Но исходя из того, что вы зачитали, я так полагаю, что они в связи с новой ценовой зоной, что у нас появление, и которая регулируется уже своими нормативно-правовыми актами, просто они приводят те договора, чем туда вносить изменения, доп. соглашения, скорее всего, решили новые договора заключать. И все, здесь тарифы вообще нету. Они с населением. Гонять тарифы, тем более тарифы в сторону увеличения, но это неправильно будет. Вы же понимаете, что мы и так депрессивный регион, и люди уезжают не потому, что им не нравится Забайкалье, потому что жить невыносимо здесь.